Всем большой привет! И сегодняшнее видео у нас будет не на какие-то бьюти-темы, не на темы красоты, стиля, что с чем носить и так далее, а я сегодня решила с вами просто поболтать, отключиться немножко от всех этих бьюти-тем, как я уже сказала, и рассказать вам, может быть, кое-какие новости, что у меня сейчас поменялось немножко, и, в общем, все в таком духе. И если вы заинтересовались, то присоединяйтесь, устраивайтесь поудобнее, мне будет приятно находиться в вашей компании. Я вообще редко снимаю такого рода видео, потому что мой канал все-таки относится к теме бьюти, это прически, это покупки одежды, и, в общем, вы сами знаете, кто меня смотрит, и я иногда отвечаю на ваши вопросы, то есть делаю такие видео вопрос-ответ, чтобы немножко поближе познакомиться с некоторыми, кто присоединяется к нашей такой компании, да, и на этом, в принципе, и все. Я редко снимаю болтологические видео, потому что все-таки это не входит в мои планы все время рассказывать о чем-то личном, я считаю, что это дело лично каждого, какой-то блогер рассказывает прям все-все-все о своей жизни, запечатляет на камеру каждый свой шаг, и каждый свой момент, и это даже и интересно для многих очень. Я тоже, например, отношусь к такому типу людей, который, если мне, например, импонирует какой-то человек, то мне будет интересно за ним следить, куда он ходил, что делал, что пил, там, когда спал и так далее. Ну и послушать о жизни того или иного человека тоже бывает не менее интересно, или даже захватывающее как-то в подсознании, ты сравниваешь даже себя, не то что с этим человеком, но сопоставляешь какие-то ситуации в его жизни и в своей жизни, и потом думаешь, да, вот я вот это тоже пережила, и как-то сопереживаешь с этим человеком, и я думаю, вы поняли, к чему я клоню. Ну и на этом мы, наверное, пока остановимся, это было просто такое глобальное вступление, и вообще о чем я хотела с вами поговорить. Первую тему, которую мне бы хотелось затронуть, это тема моих волос. Это моя новая прическа, и почему я вообще на это решилась, почему решила так кардинально поменяться и изменить свой вид. И на те вопросы, которые мне частенько задают под моим последним видео с новой прической, Вика, зачем, почему это были такие красивые волосы, они были такие густые, они были такие длинные и так далее. Ну, во-первых, я захотела. Просто-напросто я захотела их обстричь. Я устала от длины, я устала от этой тяжести, я устала от... потому что в основном я вот сейчас, особенно летом, ходила только практически с хвостом. Иногда себе заплетала какие-то косы, но я устала. Все время одно и то же, и мне это просто-напросто надоело. Следующее, то, что мне вот пишут, у тебя были такие волосы, они как бы и сейчас у меня есть, просто они стали короче и измерили немножко свой цвет. Я как бы не подстриглась на лысо, да, вот если бы я действительно сделала себе, я не знаю, ирокез какой-то или еще что-то, то тогда можно было бы сказать, у тебя были волосы, и то они как бы отрастают, и они снова бы появились. Теперь они у меня до сих пор все же еще на голове, и поэтому слово «были» это как-то... Ну хватит! Поэтому слово «были» не совсем подходит ко всему этому, вот просто мне хотелось уточнить. Ну, конечно, большинство, вот, например, взять видео, где я показываю вам поход в парикмахерскую, под видео написали, это было вообще столько комментариев, у меня, по-моему, редко бывает, даже когда я провожу конкурсы. Здесь вообще более тысячи комментариев, по-моему, мне написали под моим видео, и это для меня очень много. И также в Инстаграме я получила огромное количество лайков. Спасибо вам, кстати, большое, вообще не ожидала, но, видимо, очень многих тревожит такая тема волос, не то чтобы тревожит, но задевает. И да, под видео мне тоже, как я уже сказала, написали много всяких хороших, добрых слов, и сказали, что мне так идет, я тоже считаю, что мне так идет, то есть кто-то пишет... Вообще 90% нам, наверное, из всех сказали, что классно, молодец, 7%, наверное, горевали, горюют и жалеют мои волосы, хотя я сама этого не делаю, поэтому я думаю, это тоже не стоит, но они как бы пожили, да, хорошо, но жаль, жаль, конечно, такие волосы, но ничего, отрастут. А где-то 3% сказали... Я соглашусь, что сколько людей, столько мнений, каждый имеет право на свое собственное мнение, каждый считает по-разному, и, в принципе, я не обижаюсь, некоторые писали, Вика, ты не обижайся, ну вот тебе вот не очень было, намного лучше, я как бы не обижаюсь на это, как бы, почему как бы, потому что некоторые пишут, стала какая-то облезлая, волосы все куда-то делись, в общем, какие-то странные такие комментарии. Вот раньше было богатство, на-на-на-на-на-на-на. А теперь, мол, не на что даже смотреть. Вот. Таких комментариев, конечно же, очень мало, как я сказала, там, может быть, 3%, но как раз такие комментарии запоминаются, и я думаю, многие со мной согласятся, особенно девочки-блогеры, почему-то, да и вообще полностью, если вам там в жизни когда-то сказали что-то плохое, вы это запомните надолго. И поэтому здесь точно так же. Я не считаю, что я стала, как все, у очень многих девочек длинные волосы, поэтому иногда меняться, как-то освежаться, освежать себя, освежать других, да, то есть, о, Вика, ты подстриглась, там, туда-сюда покрасилась, что-то новенькое как-то принимать, в свою жизнь. Я только за, и особенно, если нравится автору, то есть, например, в данном случае мне, и мне очень нравится, то это, наверное, вообще самое главное. И я уже вообще, сейчас мне тоже пишут, сейчас начали подстригаться все, просто поголовно, все блогеры, ну, как бы, так для справки, я стриглась уже два года назад так же, ну, может быть, на сантиметр подлиннее я оставляла волосы и не красилась, но длину я отстригала себе. Крашусь я, ну, очень редко, и иногда хочется чего-нибудь новенького и свеженького. Кто-то мне даже написал, что хорошо, что подстриглась молодец, состригла весь негатив. Вот это вот тоже, да, когда у тебя происходит в жизни что-то такое нехорошее, плохое, или, может быть, что-то тебя расстраивает, тебе хочется поменяться, тебе хочется что-то новое, опять же, освежиться, и первое, что делают девчонки, в основном это изменяет себе прически. Можно или просто покрасить волосы, или просто подстричься, или сделать что-нибудь новенькое, в общем, ну, я думаю, вы меня понимаете. И, знаете, дело в том, что вот два года назад, когда я подстригла волосы, месяц спустя после этого у меня скоропостижно скончался мой папа, и как-то, ну, и потом я больше ничего с волосами делала, то есть я не хотела, ой, я хочу теперь в парикмахерскую пойти изменить свой имидж. Нет, я к этому не веду, просто я имею в виду то, что все эти переживания, все, что мне тогда пришлось пережить, все эти мысли, они как бы все время были в голове, и волосы отрастали, отрастали и отрастали. И когда мне вот именно написали, что состригла весь негатив, то я подумала, и правда, вот действительно, хотя в мыслях у меня такого не было, как бы если бы я хотела, я бы подстригалась и подстригалась, да, просто я их решила отрастить опять, как бы захотелось такое, а теперь вот состригла все это, и как-то мне, знаете, как мне было легко, вот действительно, сама того не ожидая, мне очень стало легко, как ментально, так и физически, морально, в общем, все вместе. И когда я встала в парикмахерское с кресла, уже с новой прической, с новой укладкой, стрижкой, то у меня было такое ощущение, что я хожу с такими волосами уже несколько лет, у меня даже не было такого, о боже, они теперь такие короткие, вот как будто так и надо, понимаете, у меня даже не было такого, что прям чего-то не хватает, что-то вот, что-то вот, нет, просто было все отлично, и я была очень довольна, и действительно, мне стало очень легко. Поэтому могу сказать только вам, меняйтесь, изменяйтесь, экспериментируйте, ничего в этом такого страшного нет, тем более, видео вы не снимаете, большая часть из вас, и поэтому я думаю, вам будет еще легче, то есть, мне кажется, для блогера это всегда такой шаг, потому что за ним следят много людей, много народу во всех социальных сетях, и, конечно, для них это еще большой шаг именно с той точки зрения, что они должны именно предвидеть те комментарии или ту волну комментариев, которая на них нахлынет, и если большинству еще не понравится, то тогда, наверное, это вообще для человека довольно-таки тяжело, да, потому что ему все же как-то надо поддерживать свою комьюнити, поэтому для блогера это действительно такой серьезный шаг, но я скажу, если ты хочешь, независимо от того, блогер ты или нет, просто изменений, хочешь чего-то другого абсолютно, то делай. Ладно, хватит теперь о прическах, мне кажется, именно прическа заняла больше всего этого видео. Что у меня еще случилось новенького? А это то, что я уволилась с работы. Да, может быть, многие из вас и не знали, но я ходила на работу два раза в неделю, я иногда об этом говорила в некоторых своих видео, из влогов это можно было понять, также я снимала видео вопрос-ответ, и там уже более досконально рассказывала, где и как, что я работаю, могу под видео оставить ссылку или где-нибудь сослаться на это видео. Я проработала там почти три года, и знаете, мне это все настолько надоело. Это, во-первых, бесперспективная работа, во-вторых, скучная работа, со временем она стала ну очень скучной, и в-третьих, малооплачиваемая, и, конечно, если бы я там получала, может быть больше того, что я получала, то я бы, конечно, не, наверное, не стала перечислять тот факт, что это скучная работа, потому что работа через какое-то время становится скучной, и многим даже очень тяжело потом ходить на эту работу, особенно если на работе какая-то ужасная атмосфера, если начальство какое-нибудь дебильное, извиняюсь за выражение. С начальством у нас тоже не всегда складывались хорошие отношения, особенно с одной, которая у нас работала, она теперь ушла в декретный отпуск, заведующая филиалом, если я могу так выразиться, это, конечно, была женщина-девушка, но и сейчас есть, конечно, с характером, характер у нее не сахар, а я тоже, через некоторое время, я не могу терпеть, и через некоторое время у меня может сделать просто бум. Я вообще человек, не любящий конфликты, я их всегда стараюсь избегать, стараюсь их как-то сглаживать, но если я вижу, что человек катит на меня постоянно бочку и уже без причины, основываясь на каких-то своих непонятных рассуждениях, которые даже не только мне непонятны, но и окружающим, то тогда я уже не могу такое терпеть. В принципе, я ушла еще не из-за того, что у меня там были какие-то супер проблемы на работе, именно то, что это бесперспективная работа, что я была, можно сказать, настолько несчастной, это звучит как-то жалко, но именно так я себя чувствовала, приходя на работу, зная, что я там зарабатываю вообще какие-то копейки, и что это просто не стоит того, я решила уволиться. И я стала себя настолько легче чувствовать, опять же, плюс я говорила с этим, на эту тему с мужем, он сказал, что если ты действительно себя ужасно чувствуешь, если ты, ну, не хочешь, тем более я говорю, что всех денег мира я бы там не заработала, то он сказал, бросай это дело, и все. И я написала увольнение, увольнение, да, отправила им туда, и все, они сказали, жаль, конечно, что вы от нас уходите, пожелали мне удачи, и сказали до свидания. И у меня просто как камень с плеч какой-то, я подумала, что я вообще, теперь у меня чуть больше свободного времени появилось, теперь я постараюсь снимать побольше видео, я постараюсь как-то все свои силы, и все, не все, конечно, но по большей части свое свободное время, которое у меня имеется, направлять именно на съемки видео. Мне частенько пишут, что я редко снимала видео, я стараюсь хотя бы минимум снимать одно видео в неделю, и у меня это иногда получается, но получается именно, знаете как, я могу на одной неделе снять в начале недели видео, выставить его на YouTube, на следующей неделе в конце недели выставить, и получается промежуток, конечно, такой побольше, но я просто стараюсь, стараюсь, и да, теперь, надеюсь, видео будут выходить порегулярнее, регулярнее. Еще две новости, может быть, не слишком экстренные, но, может быть, кому-то будет интересно, я дала два интервью, одно для Хамелеон ФМ, и другое для одного журнала, в общем, все ссылочки я оставлю под видео, для Хамелеон ФМ я дала интервью по экспресс-макияжу, то есть, коротенькое такое интервью, там я говорю, рассказываю некоторые советы на тему быстрого макияжа, и так далее, если вам интересно, захотите по ссылке, почитайте, а другое интервью я дала для журнала. Это онлайн-журнал, не слишком известный, но все же очень интересный, и поэтому также советую вам туда пройти, ссылочку оставлю под видео. Да, это были, наверное, все новости мои, и какие-то рассуждения. Пишите в комментариях на ту или иную тему, может быть, вам тоже хочется чем-то поделиться, может быть, у вас тоже какой-то камень на сердце, и вы хотите об этом рассказать. В интернете-то вас никто не знает, поэтому можете делиться своими интересными историями, будь то с прическами, будь то с какими-то случаями на работе, и я думаю, это видео, может быть, просто еще какой-то поддержки будет, чтобы показать, что мы вообще не одни, что у каждого все случается, и у всех всегда все по-разному, поэтому мне самой будет интересно почитать. И да, еще такой последний вопросик под конец этого видео для девочек из Германии. Меня частенько девчонки спрашивали, не хочу ли я, или когда я буду устраивать встречу с подписчиками здесь у нас, в Германии, где-нибудь, в какой-нибудь точке этой страны. Для меня это какая-то инопланетная тема, потому что я никогда об этом не задумывалась, и начала об этом задумываться только тогда, когда меня начали спрашивать. Для начала мне вообще надо знать, сколько вас, сколько вас здесь в Германии, и кто вообще мог бы приехать. Я перечислю вам те города, где для меня реальнее всего встретиться. Это Коблинс, это Лимбург, это Франкфурт, это Кёльн, вот эти вот города, ну и в общем все, что в округе. Но я думаю, в Инстаграме я еще раз затрону эту тему, чтобы там уже отписались именно те, кто живет из Германии, потому что я думаю, девочкам из Германии будет все-таки легче добраться до сюда, нежели из какой-либо другой страны. Итак, на этом у меня все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, надеюсь, что вам было интересно, что видео не оказалось уж слишком скучным. Это видео было для тех, кто любит болтологические видео. И может быть, мы с вами могли узнать друг друга немножко получше с какой-то другой стороны. И мы увидимся с вами в следующих видео. Всем большое спасибо за внимание и спасибо, что вы со мной. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok